Всем привет! Я опять надолго пропала, расгребала свои заказики. Видео вам не записывала и в соцсети почти никаких постов не размещала, потому что заказы, как правило, на заек, то есть они все идут одинаковые, поэтому я зря на запись очередного видео времени не тратила. Один из последних заек, вот, например, в классических тонах, заказали. С утра уже отправила коротенькое видео, зайчонка со всех сторон заказчицы. Если ей все понравится, значит, можно будет сегодня сбегать в сдэк и отправить. Ну, сегодня решила уже записать видео, чтобы не пропадать уж совсем тут на целый месяц. Вот покажу вам зайку очередного. И еще насчет зайок были некоторые вопросы, как раз сегодня расскажу. Ну, во-первых, некоторые рукодельницы спрашивали, где такие цепочки приобрести. Я их заказывала на Алиэкспрессе. Я вообще думала, что я вам об этом сказала, но, может, я забыла. Сейчас покажу. Вот так они выглядят. Я тоже вот недавно как раз-таки на ноябрьской распродаже заказала. Одну совсем тоненькую, вот такая полтора на один миллиметр у нее звено. А вот такая полтора на два миллиметра. Вот именно такие я использовала на зайках. А вот такие маленькие я обычно использую в миниатюрках. Помните, там, где у меня игрушечки в киндер-сюрпризе? Вот там они висят на таких вот тоненьких цепочках. Ссылочки я оставлю в описании, как всегда. Если вы тоже хотите на Алиэкспрессе заказать, то вот можете взять. Кстати, с Алиэкспресса в последнее время посылки приходили достаточно быстро. Прям как-то совсем шустро. Вот ноябрьские, например, уже давно пришли. Хотя в целом тут еще только начало декабря, а они уже у меня. Хотя с другой стороны, например, октябрьские, которые я заказывала, они все еще в пути. Так что раз на раз не приходится. Но в любом случае можете заказать. Рано или поздно они вам дойдут. Еще спрашивали насчет очков для заек. Как я их делаю, где я их беру. Я их делаю из проволочки. В мастер-классе нарисована схемка, как их скручивать. Но я тут в последнее время, пока делала много заек, решила еще сделать вот такой девайс удобненький. Это для того, чтобы было быстрее, удобнее делать такие очки. То есть, так выглядит неказисто, но работает отлично. Значит, обычная картонка. И сюда горячим клеем вклеила три трубочки. Одна потоньше, две пошире. Вот эту, которая потоньше, это кусочек от стержня. Знаете, такие толстенькие гелевые стержни, вот от него. А вот эти, которые пошире, по-моему, от крепежей для воздушных шариков. Я их оттуда отрезала и сюда вот вклеила. Получается, сюда надевается проволока от дужки. Заворачивается вот так вот одна часть. Здесь подгибается, видите, я тут карандашиком отмечала, где подгибаются дужки. Вот здесь подгибается дужка. И точно так же вторая часть делается. И получаются такие ровненькие, аккуратненькие очки. Ручками их потом все-таки приходится немножко поправить. Но в целом так вот гораздо удобнее, чем вручную их делать. И ровнее получаются. Так что можете вот себе на заметку взять. Не обязательно для заек. А вообще вот если вам нужно очки из какой-нибудь проволоки сделать. И ровными никак не получаются. Вот можете какой-нибудь такой подобный девайс себе собрать. И будет попроще. Какие еще у меня в новости? Я вообще собиралась с 1 декабря уже украсить всю квартиру к Новому году. Я прям горела этой идеей. Но у меня случился завал заказов на заек. Все отложилось. Но я потихоньку украшаю квартиру. Мне еще не весь декор пришел. Как я вам, кстати, упомянула. Вот с Алиэкспресса посылочки. Некоторые задерживаются, к сожалению. Но я все еще надеюсь, что хотя бы к середине декабря мне уже все придет и я все смогу украсить. Так вот, елочку я уже украсила. И я для нее сделала вот такую маленькую крошку. Снеговичок. Вязала из кидмахера беленького. Немножечко начесала, чтобы он такой ворсистый был. И связала ему колпачок. Колпачок вязала из мулине. Три ниточки. Чтобы он был такой гладенький. Внутрь вставлена проволочка. На кончике бубенчик. Вот здесь добавила немного бусинок. Как будто новогодние шары с елки. Вот и получилась такая крошка. Мастер-класс я на него не оформляла. Пару раз у меня спросили насчет мастер-класса. Но я предполагаю, что когда я освобожусь от всех своих дел, наверное, будет уже поздновато этот мастер-класс делать. То есть мне надо разгрести заказы. Потом хотелось бы все-таки украсить дом. И если я потом возьмусь за мастер-класс, пока я его сделаю, надо же все заснять, все записать, собрать. Наверное, там времени до Нового года уже останется совсем ничего. И мастер-класс просто будет уже не актуален. Но я не знаю, не буду наперед загадывать. Я пока еще подумаю, если у меня время будет, я его сделаю. Этот мастер-класс. Если уже времени не останется, ну, уже не буду тут торопиться и ночами сидеть. Останется уже там на следующий год, например. Такой вот малышек. Верну его потом обратно на елочку. Насчет декора дома я обязательно хочу все снять, все вам показать. Пока что получается очень красиво. Надеюсь, вам тоже понравится. Может, вы какие-то идеи себе возьмете на заметку и еще успеете их реализовать. Так, еще такие новости. Я запустила в своем ВК розыгрыш на бесплатные мастер-классы. Такой зимний предновогодний розыгрыш. Можете перейти по ссылочкам в описании, поучаствовать. Будет три победителя. Также по окончании розыгрыша результаты будут 15 декабря. Я еще планирую всем участникам сделать всякие приятности. Получат они всякие плюшки. Так что советую поучаствовать. Никто не останется без подарочка, как говорится. Ну, а победителей будет всего три. Но я думаю, это тоже достаточно. Тем более, пока что участников там немного. Так что у вас есть все шансы. Переходите, участвуйте. А на сегодня это все. Всем пока-пока. Я очень надеюсь, что скоро закончу декор своей квартиры. И все вам покажу. Поделюсь с вами. Всем пока-пока. Продолжение следует...